Всем привет, я Сергей из Флориды и хочу рассказать, как я учился самостоятельно летать на параплане. Прежде чем я начну что-то говорить, я хочу сказать, что я не являюсь тренером по полетам на параплане и даже не являюсь опытным пилотом по полетам на параплане. То есть я ни в коем случае не планирую никого учить, это первое. Второе, если вы хотите научиться летать, то я вам рекомендую обратиться к инструктору, потому что так безопаснее. То есть то, что я делал, это, наверное, не самый лучший путь, но то, что я сделал, то я и буду рассказывать. Значит, лет 30 назад я летал на дертаплане и лет, наверное, 6, может быть, 5 назад мне загорелось научиться летать на параплане. И что я сделал, с чего я начал, я нашел изготовителя в Москве, Саша Кравченко. Я купил у него параплан, он мне прислал его во Флориду, потом он позвонил в Киев ребятам, которые подвески изготавливают, и я купил от них подвеску и парашют. И они мне прислали во Флориду, во Флориду. Так, Флорида на английском языке. Вот. Значит, я не хотел идти к инструктору учиться по двум причинам. Ну, во-первых, это достаточно дорогое удовольствие, наверное, точно не знаю, пару-тройку тысяч идти учиться летать. Вот. Учитывая мой опыт полета на дертаплане, я решил научиться самостоятельно. Вот. И для того, чтобы научиться самостоятельно, нужно найти какую-то книжку, инструкцию, какие-то материалы для обучения. И я долго искал, и я не мог их найти. Вот. То, что я выяснил, когда я все-таки нашел то, что мне надо, значит, я выяснил, что обучение полетом на параплане где-то 95% заключается в наземной подготовке. Потому что сам полет является более простым занятием, чем поднять параплан на земле и стартануть. Вот. И поэтому самое главное – это обучение на земле, без всяких полетов вообще. То есть задача такая – нужно поднять параплан и удерживать его. И это очень непросто, потому что управление парапланом необходимо сразу же изучить как бы в двух режимах. Значит, один режим – это когда ты стоишь лицом по движению как бы, а второй режим – это когда ты стоишь спиной в сторону движения, потому что поднимаешь параплан в обратном. То есть если я, допустим, собираюсь лететь вот сюда, то я должен встать вот в такую позу, поднять параплан, удерживать его так, а потом повернуться и удерживать его так. То есть фактически управление в одном положении и в другом противоположное. То есть в одном случае тянешь правую, в другом случае тянешь левую. Все-таки я нашел совершенно изумительное и фантастическое видео по обучению вот этой вот наземной подготовки. Есть такой в США инструктор Дэл Шанзи. И вот у него очень много видео на Ютьюбе. Я с ним не знаком, живет он очень-очень далеко от Флориды. И вот я нашел такое видео, где он очень подробно, и он очень четко объясняет, каким образом идет управление парапланом на Земле. После чего я учился в двух местах, точнее в трех. Значит, первое место совершенно было непригодное. Это даже не буду говорить. Второе место я нашел. Я учился в аэропорт, на аэродроме, где маленькие самолетики летают. Тут у нас пошел, договорился с каким-то начальником, дал им 20 долларов. И он мне дал добро на несколько дней. Вот это как раз видео мое второе, где я тренируюсь. Это как раз на этом аэродроме. Там такой неприятный случай у меня был. Я пришел тренироваться, а тут самолет собирался взлетать. И летчик поставил, маленький самолетик, и летчик поставил так самолет, что двигатель работает, и весь этот, все выхлопные газы дуют на меня. И главное, не то, что там 3 минуты постоял и полетел, стоял минут 20-25. Кончилось, нетерпение кончилось, я начал махать руками и кричать, давай уматывай отсюда. Не знаю, увидел меня или нет, но в конце концов он улетел. Ладно, это я отвлекся. В общем, я учился на этом аэродроме, а потом я нашел лучшее, самое лучшее место для обучения, это на пляже, когда ветер дует со стороны воды. Потому что этот ветер очень стабильный, как правило, потому что там никаких нет препятствий. Там нет деревьев, там нет зданий. То есть ветер прямо дует и дует. То есть лучшее место для обучения. Ну вот и все. Я научился удерживать купол. Научился поднимать, удерживать. К сожалению, у нас во Флориде нету гор и нет никаких холмов. То есть летать я тут никак не мог. Ближайшее место для полета, в это, наверное, часов 5 езды. Но я туда не поехал, а все-таки поехал летать к инструктору. И, естественно, ему заплатил за дальнейшее обучение. Он проверил, кстати, мое умение вот это вот на земле держать купол. Вот сказал, что я отлично все делаю. И потом у него была лебедка такая, сделанная из скутера. И он меня поднимал на этой лебедке и учил. Ну вот, наверное, и все. Если кому-то интересно найти вот этого Дэла Шанзи, я его имя напишу снизу под этим видео. Ну вот, наверное, на этом история заканчивается. К сожалению, я после нескольких вот таких вот полетов больше не летал по каким-то там причинам. В первую очередь, это причина, то, что нет холмов у нас во Флориде. Иначе я, конечно, летал бы постоянно. Ну все, желаю удачи. И, наверное, важный момент в плане безопасности. Значит, во-первых, нужно, даже если вы готовитесь на земле, тренируетесь на земле, нужно быть полностью пристегнутым, одетым, с парашютом запасным, там со шлемом. Почему? Потому что теоретически порыв ветра может вас поднять в воздух. И тогда вам уже придется лететь действительно, а не на земле. Это первое. Второе. Значит, есть ограничения по скорости ветра на земле. Поэтому я купил такой аппаратик по измерению вот такой вот величины, где-то он есть у меня. Вот, купил такой аппаратик, я измерял скорость ветра. Потому что, если скорость ветра слишком будет маленькая, то вы не сможете ничему научиться, разумеется. Вот. Если скорость будет слишком большая, то вас просто унесет неизвестно куда. Поэтому вот такой вот аппаратик я вам настоятельно рекомендую купить. И это очень важный момент в плане безопасности. Ну все, на этом все. Желаю вам удачи. И если вдруг кто-то решит самостоятельно учиться, так как я, то надеюсь, что у вас все будет хорошо. Но лучше всего с инструктором. Все, пока!